Здравствуйте, уважаемые телезрители! Я Святослав Савенков. Рад приветствовать вас в нашей студии. Вы смотрите передачу «Разберемся». Данный проект мы, Одинцовское телевидение, делаем совместно с общественниками. Вместе с ними, а также с вами, уважаемые телезрители, мы стараемся разобраться с наиболее важными и актуальными вопросами в жизни Одинцовского района. Сегодня мы поговорим про воспитание, причем воспитание не обычное, а патриотическое. Пробуем понять, что это такое, зачем оно вообще нам нужно и как именно, в каких формах оно у нас в Одинцовском районе существует. Если у вас имеются какие-либо вопросы, предложения, наш телефон 508-86-84. Мы работаем в режиме прямого эфира, ждем ваших звонков. Попробуем вместе во всем разобраться. Наши гости сегодня, как всегда, представители общественной палаты Одинцовского района Николай Романович Якушев. Добрый вечер. Добрый вечер. Николай Романович, председатель комиссии, которая занимается большим количеством вопросов, молодежной политикой, историко-патриотическим воспитанием, ветеранской работой. Рад, что вы к нам сегодня приехали. Кроме того, сегодня у нас впервые Евгений Сергеевич Степаненко. Добрый вечер. Евгений Сергеевич, консультант-эксперт нашей общественной палаты, человек, который занимался большим количеством проектов. Поэтому, в общем, рад, что вы к нам наконец-то сегодня добрались. Ну, наверное, знаете, с вас я, пожалуй, и начну, потому что позицию Николая Романовича на вопрос патриотического воспитания я уже несколько раз слышал, как и все наши зрители, а вот вашу еще нет. Вот хотелось бы узнать, по мнению эксперта-консультанта общественной палаты Одинцовского района, что такое вообще патриотическое воспитание? Ну, патриотическое воспитание, значит, начинается с воспитания того, как ребенка воспитывают родители. Это в первую очередь. Какие основы они ему закладывают еще в детстве, в маленьком возрасте, так он, грубо говоря, и по жизни потом будет себя вести. Ну, соответственно, потом идет образовательное учреждение, это детский сад, школа, ну, и, соответственно, улица, на которой воспитывается, присутствует человек. Ну, это получается, знаете, такое перечисление социальных институтов, что ли, да, где человек получает, в принципе, воспитание, в том числе и патриотическое. Но, тем не менее, вот именно патриотика, да, что она в себя, по-вашему, включает? Ну, патриотика – это, в первую очередь, наверное, любовь к родине, то состояние человека, когда он мирно живет в жизни, работает, учится, занимается своими делами, относится к людям так, как бы к нему хотели, хотел бы он, чтобы к нему относились. Ну, я думаю, что вот так. Довольно часто патриотику связывают с военными действиями, с готовностью к самопожертвованию и так далее. И тут можно, на самом деле, на мой взгляд, понять, почему так происходит именно в нашей стране, потому что страна прошла через какое-то совершенно сумасшедшее количество войн. И, тем не менее, можно ли быть, скажем так, патриотом в мирное время? Я думаю, что можно. Соответственно, те локальные войны, конфликты, которые у нас были, они только приурачивают, значит, нашу жизнь к патриотизму. А в мирное время человек должен оставаться человеком, а он должен оставаться, во-первых, гражданином Российской Федерации, он должен любить родину свою. Я так понимаю, данная любовь к родине, она ведь проявляется не в чтении речей, посещении митингов и так далее. Это повседневное, определенное, уважительное отношение к своему дому. Равно как вот человек, условно говоря, не мусорит у себя в квартире, так же он и не будет мусорить на улице, потому что это, в общем-то, его же Россия. Правильно я понимаю? Грубо говоря, да. Соответственно, если ты идешь и видишь, что какие-то школьники, там, подростки ведут себя неадекватно, грубо говоря, как-то что-то нарушает порядок, ну, не надо проходить мимо этого, нужно сделать замечание, потому что вы живете в России, вы должны быть достойными жителями, чтобы чувствовать себя россиянами, чтобы гордость была за свою родину, а не каким-то подонком, который, грубо говоря, курит, выпивает, принимает наркотики и все остальное. В общем, на улице, на глазах у людей и так далее. Любопытно, вот на ваш взгляд, должно ли патриотическое воспитание иметь место среди обычного воспитания? Или это все-таки очень отдельные вещи? Я помню по своим школьным годам, хотя у меня была прекрасная, конечно, школа, которая многое мне дала, тем не менее, что у нас была, знаете, обычная школьная жизнь, простая, да, с обычным там расписанием уроков и так далее. И были отдельно такие, знаете, наплывы внезапно каких-то уроков, которые были прямо вот направлены внезапно на исторические какие-то моменты, на воспитание именно уважительного отношения к соотечественникам, к пониманию права и так далее. То есть получался, знаете, такой эдакий во многом фарс. Вроде как у вас есть урок истории, но при этом у вас есть особенный урок истории. Все-таки это какая-то данность? Так получается и так придется в дальнейшем нам строить образовательную систему? Или все-таки это можно как-то совмещать? Нет, я думаю, что все-таки вот эти занятия, которые дополнительно проводятся, проводятся патриотическими клубами, проводятся самостоятельно, то есть это как практика та уже, которая дается не просто на уроках истории, то есть которые закладываются в теории, а в практике человек познает дополнительно еще те же самые исторические факты, или поведение его в обществе, или поведение его при каком-то, ну, соответственно, вооруженном конфликте, вдруг начнется война или что-то в этом плане, чтобы у человека это уже было на подсознании того, что нужно именно себя вести так, а не как-то по-другому, что ты должен гордиться за свою родину, и ты должен быть патриотом своей страны. Я думаю, здесь можно провести параллель с пожаром в квартире, пусть он может быть с войной и отличается в плане растяжения во времени, да, но тем не менее, когда начинает гореть квартира, зачастую человек начинает стараться как-то потушить пламя, что-то спасти, что-то сделать, потому что это его дом, правильно? И, наверное, с точки зрения вот такой, как раз-таки война, это нечто подобное. Если человек просто все бросает на самотек, улетает там в другую страну и так далее, то, конечно, он не гражданец своей страны. Вот смотрите, вы говорите вот пожар и так дальше, школа, и мне сразу вспомнился школьный урок, я учился в восьмой школе здесь, на Баковке, на Минском шоссе, и у нас был преподаватель Клавдия Дмитриевна русского языка и литературы. И вот как-то она приходит на урок, ну, мы, естественно, ожидали, что она нас будет спрашивать, домашние задания и так дальше. И она говорит, ребята, я посмотрел один фильм, называется он «Неподсуден». И все 45 минут она рассказывала, где предательство в этом фильме. Старшее поколение помнит его, где играет... Это не принципиально. Это не принципиально, да. Только одно название, сразу старшему поколению говорит, когда там летчики, значит, один предал летчика боевого, которого сбили и считали, что его погибшего женился на его невесте и так дальше. Очень трогательный фильм. Когда нам рассказала, нам всем захотелось посмотреть. И вы знаете, вот лично у меня, я думаю, что у моих... Ребята с нашего класса сразу переменилось отношение к жизни. И мы пошли, как раз он шел в юности, этот фильм пошли его смотреть. И когда посмотрели, действительно, насколько морально этот фильм построен, что те примеры, которые там показаны в фильме, они очень влияют на дальнейший выбор судьбы и жизни. И я думаю, что этот фильм, вот этот урок нам очень много дал и в жизни. Я всегда его вспоминаю. И действительно, когда самое, наверное, такое нехорошее чувство, когда тебя предают. Предают, обманывают. И вот... А по жизни это получается даже трагедией. И вот таким образом... И вот недавний случай, да? Вот буквально недавно у Вечного огня проводился митинг. Дети там были. И одна девчушка, была метель такая, вот. Ну, вроде у нее щечки мокрые. Ну, говорит, вот вытри там, снежок у тебя. Она плачет уже после митинга. А ты чего плачешь? Она говорит, а мне их всех жалко. Вот это вот чувство, которое она вынесла после этого митинга, это, наверное, такое чувство глубокое, что вот маленькая девчушка, и говорит, мне их всех жалко. Значит, соответственно, воспитание в семье и так далее. Разумеется, не может же подобная эмоция просто возникнуть. Не может, потому что... А, Дефармич, мы сейчас продолжим беседу. Вы, извините, давайте примем звонок от нашего зрителя и потом поговорим. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Лидия Михайловна меня зовут. Очень приятно. Я вам давно хотела позвонить, связаться с вами, даже прийти как-то. Вот я смотрю каждый день программы, и сейчас идет год российского кино, да? А у вас вот на экране всегда заграничные фильмы. Почему? Это с чем это связано? Лидия Михайловна вроде бы правильно запомнила, извините, если неправильно. Ну, понятно, сейчас у нас эфиры очень сильно ограничены, и я, к сожалению, не могу обсуждать политику нашего канала относительно фильмов. Хотя, обещаю, что мы ваш звонок переадресуем нашему главному редактору. Завтра же с утра она обо всем этом узнает, и я думаю, что она с вами свяжется, либо расскажет что да как, либо, может быть, даже посоветуется, и действительно как-то эту ситуацию изменит в ту сторону, которую нашим зрителям будет интересно увидеть. Спасибо большое за звонок. А я напоминаю, уважаемые телезрители, что наш телефон 508-86-84. Мы сегодня говорим о патриотическом воспитании. Если у вас есть какие-либо вопросы, звоните, постараемся вместе обо всем разобраться, обо всем поговорить. Николай Романович, очень любопытно то, о чем вы сейчас рассказали, и в особенности пример, который вы привели из своего детства. Во-первых, конечно, это образец прекрасной работы не просто учителя, а преподавателя настоящего, который понимает, что у него, конечно, знаете, есть такие люди, у которых программа одобренная, со штампом, и мы, значит, от нее ни влево, ни вправо, там уже и расстрел не дали. Раньше таких стандартов не было, конечно, могли учителя позволить, но она... Знаете, я думаю, это не стандарт, это определенный уровень мышления, да, вот такое направление. И она посмотрела этот фильм, она просто хотела рассказать нам действительно про... Ее тронуло, и она через свой рассказ тоже нас всех тронула. А можно ли узнать вот ваше мнение, Евгений Сергеевич, и ваше тоже? Такой, на мой взгляд, немаловажный вопрос. С какого вообще возраста детям можно начинать рассказывать про... Вы привели пример Великой Отечественной войны, про Великую Отечественную войну? Ведь, как и любая война, она была, конечно, невероятно страшная, но не зря называют именно Великой Отечественной, вообще, матерью всех воин, потому что ужаснее этого, наверное, не было, и, дай с Бог, никогда и не будет ничего. Тем не менее, в общем-то, со школы уже ребята начинают что-то объяснять, показывать и так далее, но они разве понимают вообще в этом возрасте что-то? Я бы хотел сказать так, нет однозначного ответа, с какого возраста. Мне кажется, и по практике у нас ветераны ходили даже в детские сады. И здесь надо дозировать, что можно в детском саду, может быть, на примере каких-то фотографий, и так дальше не нагружать ребят сильно историю Великой Отечественной войны, а просто там несколько фраз рассказать, показать, значит, солдат наших и так дальше. Потом же, сколько конкурсов проводится, ребята рисуют и танки, и самолеты, наши самолеты, что они защищают. Откуда они это взяли? Как раз вот из рассказов старших или ветеранов, или в семье это, значит, рассказали им, что и самолеты были, и танки на войне, что были разведчики. И все вот это вот, наверное, впитывает человек. Я считаю, что детского сада впитывает. Но, опять же, не каждый, даже взрослый, может, там, если ему это не интересно, юноша, к примеру, он не будет, не слушает. А если послушает, то мимо ушей пропустит. А вот пример, значит, ну, уже много лет мы работаем с военным комиссариатом Одинцовского района, где Вячеслав Борисович Клявин, военком, при вручении очередных наград, а их много мы вручили и на дому, и в инкомате, он собирает, значит, призывную молодежь, которая проходит в день призывной комиссии, которые там, их много, 30, 40, 50, 60 человек, и полный зал сидит, значит, в военкомате, где вручают или родственникам, или самим ветеранам вот эти вот боевые награды. Но боевые награды вручаются только участникам. А сейчас такой закон, конечно, может быть, он неправильный. Если человек не дожил до вручения, вручаются только орденские книжки. И вот недавно в военкомате Вячеслав Борисович вручал, значит, еще три медали. Значит, одну медаль дочери, и вот одну медаль, значит, внуку с супругой, и, значит, одно удостоверение. И вот вопрос возник так. Вот он зачитывает именно за что, за что награждается. И вот женщина, дочь ее же Перхушка, Горшкова фамилия, она всю войну прошла как бы прачкой. Стирала белье и так дальше. И шла с фронтом туда. Ее наградили медалью за отвагу. Вроде что такое она сделала? А вот видите, как оценили ее труд. Я говорю к чему, что, в принципе, в войне и труженики тыла, и фронтовики, и дети, все они работали на победу. И вот таким образом, у нас в районе осталось 28 человек, награжденные медалью за оборону Москвы. Сейчас их навестили, значит, и социальная защита, администрация, так, ветеранские организации. Завтра мы пойдем женщину навесить Жмуровой, Мария Васильевна, которая служила в кавалерии. И она нам расскажет, как бы про ее молодость, юность, и как она служила. И вот в этих рассказах мы видим вот то состояние души, которое было у них в то время. Вы знаете, это очень интересно. Но я бы сказал, что вот эти 28 человек, но они не единственные. Много людей, которые трудились на полях, на заводах, становились на ящике к станкам, к токарным, к фрезерным, пацаны, все они работали. Я думаю, что таких защитников Москвы очень много. Ну, конечно, получается, что, разумеется, защищать-то людей отечества можно по-разному, и для этого не обязательно держать автомат в руках. Да, нет, ну просто кому-то вручили эту медаль, а кто-то отработал, не получил медаль, и он не считается. А я считаю, что те все люди, которые во время войны работали, дети, девочки, мальчики там, юноши, они тоже самые защитники Москвы. Очень хорошо, что вы именно эту тему подняли. У нас 5 декабря была годовщина, как раз-таки контрнаступления советских войск. Битва под Москвой у нас была 75 лет назад уже. Знаю, что и у вас, и у вашей комиссии, и у общественной палаты, и у многих других общественных организаций очень много мероприятий сейчас проходит, которые приурочены к данному событию. Я сейчас предлагаю вам, а также нашим телезрителям, посмотреть на подобную одну акцию. Это реконструкция эпизод битвы под Москвой, который проходил 75 лет назад. И данная реконструкция имела место в селе Иславское. Военно-мемориальная акция «Рассвет Победы» началась с митинга и возложения цветов к памятнику-обелиску на братской могиле советских воинов. Участники подвели итоги вахты памяти 2016. В этом году в Одинцовском районе найдены останки еще 80 советских солдат. Их жизнь могла быть долгой и счастливой. Ради будущего они принесли ее в жертву. Ради нас. Ради каждого, кто стоит здесь на этом митинге. Ради новых поколений и вечной жизни нашей страны. Мы никогда не забудем этого подвига. Пусть каждый из нас передаст память о нем своим детям, своим внукам, а они, в свою очередь, передадут своим детям. Не случайно местом реконструкции выбрали село Иславское, находившееся всего в двух километрах от линии фронта. На его территории не было боев, но именно там бойцы Красной Армии готовились к решающему наступлению. Подготовка к реконструкции шла несколько недель, а ее масштаб поражал воображение. К началу битую под Москвой обстановка для советских войск была чрезвычайно сложной. Враг глубоко вторгся в пределы страны и практически дошел до столицы. Планом Гитлера захватить город в первые недели войны не суждено было осуществиться. Поэтому немецкое командование подготовило крупную наступательную операцию под кодовым названием «Тайфун». Фашисты планировали разбить оборону советских войск тремя мощными ударами танковых группировок, после чего уничтожить Красную Армию в районах Западнее Вязьмы и Восточнее Брянска и выйти к столице. В общей сложности в битве за Москву погибло 926 тысяч человек. И это до сих пор неточные данные. В реконструкции задействовали технику и оружие времен Великой Отечественной войны. Копию немецкого танка Т-2, советские батальонные минометы, немецкий мотоцикл и зенитное орудие. В этом году участие в акции «Рассвет Победы» приняли более 20 военно-патриотических объединений не только из Одинцовского района, но и других регионов России. Ну что же, вот такое мероприятие уже традиционное, не так давно прошло в селе Иславское. Я так понимаю, общественная палата тоже провела немало акций, приуроченных к 75-летию битвы за Москву. Николай Романович, наверное, как к председателю комиссии, к вам этот вопрос. Я бы добавил сюда к Иславскому и Дунина, тоже такая же реконструкция. Я бы добавил мероприятия, которые проходили на территории сельского поселения Ершовское. Мы все прекрасно знаем, что там 20 прекрасных памятников глава поселения Бабурин Виктор Васильевич сделал. И у каждого, конечно, возложили цветы. И мне запомнился лозунг, который висел на Доме культуры. «Спасибо за память потомки». Вы посмотрите, как глубоко. «Спасибо за память потомки». То есть оттуда те павшие бойцы передают нам спасибо за то, что мы их помним. Это очень дорогого стоит. Я так понимаю, Евгений Сергеевич, вы же, насколько я знаю, можете поделиться информацией по поводу вручения знамени даже. Да, на территории городского поселения Кубинка именно 5 декабря. У нас огромное спасибо Игорю Валентиновичу Топало, руководителю патриотического клуба на Кубинке у нас одной из воинских частей. Было вручено знамя юноармейцам. На этом мероприятии были также вручены и книжки сержантские, то есть тем добровольцам, которые вступили в ряды вооруженных сил, то есть солдатами стали они, грубо говоря. Все было проведено, как в 1941 году, и это мероприятие проходило на памятнике у нас в Кубинке воинам погибшим, соответственно, кто принимал участие в этих действиях 32-й диезе. Ну и в этот же день тоже очень крупная акция прошла там же на Кубинке, и ребята с военно-патриотических клубов были. Значит, это акция, давно я уже о ней говорил, мы по линии обороны хотим поставить железобетонные бронеколпаки в времен Великой Отечественной войны, что напоминает именно о линии фронта и какие соединения там сражались, воевали и погибали. И сделали мы это на границе с Нарафа-Минским районом, неспроста. Мы поставили сейчас информационный стенд, что на этом рубеже сражались такие соединения. И в следующем году будет установлен такой бронеколпак в времен Великой Отечественной войны. И мы вместе... Если можно уточнить, это именно акция наша районная или это областная акция? Знаете, мы думали сначала, что районная. Потом решили, что мы поставим, и здесь все закончится. Сейчас мы думаем, что это областная. Почему? Потому что мы при открытии... Как и эстафета. Да, да. При открытии, значит, уже в следующем году этого памятника, ну, монумента, мы приглашаем Нарафа-Минцам и передаем им эстафету, чтобы они нашли точку соприкосновения, значит, с соседним районом поставить такой же железобетонный колпакт. То есть, получается, по западным муниципалитетам Подмосковья у нас будет проходить, в общем-то, ну, можно сказать, реконструированная вот именно линия, по которой шли бои, линия соприкосновения войск, правильно ли? Линия обороны и линия начала контрнаступления, грубо говоря, с этого места. И все это не самоделы, какие-то таблички, что-то, а именно колпаки времен Великой Отечественной войны. Но, вы сказали, областная, может быть, даже межрегиональная получится. Мы столкнулись с тем, что Новая Москва, так клином, между Нарафа-Минским районом и Подольским, врезалась, мы не можем через нее перепрыгнуть. Я думаю, что будем вести переговоры с той территорией, и, наверное, их тоже подключим к этому, чтобы и они тоже участвовали, раз линия обороны шла, ну, теперь уже по линии Москвы, там, получается вот таким образом. И все. Вот сейчас мы дали старт. Я думаю, что все администрации, все общественные организации откликнутся, и такая линия обороны появится. Но это пошло из Одинцовского района, с городского поселения Кубинка. Вот такая акция, она буквально 5-го числа сделала первый шаг и пойдет дальше. Я думаю, здесь есть простор для оптимизма некоторый, потому что, насколько я знаю, столичные власти, когда началась вся эта история с новой Москвой, вполне конкретно дали понять, что они не просто берут на себя определенные обязательства по поводу земли и инфраструктуры, они берут в том числе и исторические на себе обязательства. Они прекрасно понимают, что это за территория, что это очень непростая земля для всей России. Вот. Так что будем надеяться, будем надеяться, что у вас все получится. Мы тоже надеемся. А если мы немножечко вернемся к тому, о чем говорили минут 15-20 назад, именно к молодежи, принимают они участие в этих акциях, в установке компониров, например? Принимают и очень активно. Я скажу, что вот эта патриотическая направленность у молодежи сейчас очень сильна. Вот видим мы их, они одеты в форму, в одежду, в бандирование тех времен Великой Отечественной войны. Это уже значит, они себя чувствуют именно по погоде, по омундированию, как это было. И действительно, 5 декабря была метель, было достаточно прохладно, так будем говорить. И вот ребятишки... То есть была возможность движется в образ красноармейца? Ну, хоть чуть-чуть, хоть на малость. Но, конечно же, не сравните то, что пережили наши бойцы, защитники Москвы. Я вот хотел еще, если есть минуточка там у меня, да? Мы сейчас вспоминаем контр-вступление под Москвой. Там 5 число, ну, я знаю, что 3-го оно началось, уже 5-го перешли, 11-го там Ершова, Вокотню освободили. Но это не суть. Мы были в Подольске на конференции, и там директор Центрального архива Министерства обороны приподнял... Подольску хотят присвоить город воинской славы. И там мы все знаем, что были подольские курсанты. В честь них названа улица в Москве, и они практически все погибли под Малоярославцем на Иринских рубежах. И один, очень мало их выжило, и один, который выжил, наш земляк, родин Георгий Иванович. Он умер в наше время, ему присвоено звание почетный гражданин города Малоярославец. И вот мы планируем в следующем году, мы были уже на Иринских рубежах, планируем туда съездить, пообщаться с общественностью, в музей сходить, и, естественно, поговорить о нашем земляке. У нас есть фотографии, какие-то материалы, мы туда привезем. И я уже договорился, и таким образом будем взаимодействовать с той общественностью. Ну что же, на самом деле мы все прекрасно понимаем, что на молодом поколении, которое сейчас как раз-таки подрастает, лежит огромная ответственность, ибо это последнее поколение, которое вообще видит живых ветеранов, живых людей, которые видели ту Великую Отечественную войну. Поэтому, конечно, подобные ваши инициативы, они могут только радовать, только приветствоваться. Надеюсь, что когда в следующий раз мы с вами увидимся, там уже будет больше простора, да, для, даже не планирования, да, а скорее уже даже для подведения итогов. Будем обсуждать, что получилось, и что уже в дальнейшем будем делать. Спасибо огромное, что приезжали. Спасибо вам. Уважаемые телезрители, вы смотрели передачу «Разберемся». Сегодня мы говорили о патриотическом воспитании. Если у вас остались какие-либо вопросы, предложения, наш телефон 508-86-84. 4. Звоните в течение недели или напрямую сразу обращайтесь в общественную палату Одинцовского района. У них имеется информационный сайт, на котором имеется форма обратной связи. Или же вы можете сразу написать им электронное письмо. С вами был Святослав Савенков. Берегите себя и до встречи через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова